по возможности мы будем стараться подселить вас в те квартиры которые имеются пусть даже это временно но вы не говорите о том что вас будут оттуда выгонять нет работа я спала в это время засыпала был щелчок был стук слышу у нас по коридору идут в это время обычно у нас тихая подъезд не может быть груб что такое случилось груду не стала выходить разговор какое-то время прошло возвращаются соседи и вдруг я даже не поняла что это было то ли говорю рушится весь дом то ли что-то взорвалось такое ощущение засыпала потому что выскакиваю в коридор квартира соседки мои выбита дверь там уже черный дым и огонь и вот этого подъезда стены нету она обрушилась на квартиру той соседки и заблокировала вход в комнату а там ребенок мы еле спасли маму чтобы она в огонь то не влезла выскакиваем сюда смотрим уже здесь горит вовсю окно вылетела тут машина стояла все это вылетело сюда занялась уже вторая комната и бегает вот пострадавшие у нас он в шоке и парень вытащил сосед вот с того дома вытаскивает парня через окно мальчишку его завалило мебелью а там уже было не подойти все сразу загорелось мальчишка спал на кровати заваленной мебелью но на взрыву было уже не в своем таком состоянии что вскочил мебели отодвинул его выхватил оттуда и через окно домой к себе до окна уже не было его вынесло взрыва под небом жить на съемную квартиру которую в любой момент могут сказать выселяйтесь они жилья своего нету ничего здесь живой работая здесь вращу за снимаем здесь у нас есть а а у а у а у а и и и и Здравствуйте. Продолжение следует... У кого есть свое жилье, кто уехал к родственникам, кого через наше ходатайство военный дом принял, воинская часть выделила квартиру, кого поселили, хотели поселить, точнее, в имеющееся жилье, свободное, но, к сожалению, эту семью сейчас найти не можем, она куда-то исчезла. То есть она сказала, что они лучше будут жить в подъезде, чем уедут в другую деревню жить, понимаете. И куда они делись, сейчас мы их ищем, найти не можем пока.